Невидимое. Послание к евреям. 11 глава с 1 по 7 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти, говорит еще. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Размышления, часть 1. Уверенность в Божьих обетованиях. Послание к евреям, 11 глава, с 1 по 3 стих. Автор обращается к христианам, которые готовы отступить от Бога из-за посевших их жестоких гонений, и убеждает хранить верность тому, кто их призвал. Но вера – это твердая уверенность в невидимом. Это надежда, не просто оптимизм, она берет начало в Боге. Хотя верующие каждый день видят несправедливость, страдания и смерть, автор призывает их не терять уверенность в том, чего они не видят. Ибо так поступали многие их предшественники. Даже если мы и не видим, что делает Бог, нам надо верить Его обетованиям. Именно такая вера нужна нам во время скорби и гонений, особенно когда оказывается, что некоторые верные сдались. Какие жизненные обстоятельства бросали вызов вашей вере в Бога? Как вы можете положиться на Божье обетование, вместо того, чтобы сосредотачиваться на видимых трудностях и проблемах? Размышления, часть 2. Вера в действии. Послание к евреям, 11 глава, с 4 по 7 стих. Здесь описаны три человека, проявившие особую веру. Авель принес жертву лучшую, нежели его брат Каин. Иеннах ходил перед Богом, и он живым переселил его на небо. Но и исполнил Божье повеление построить ковчег. Вера всех троих выразилась в полном повиновении Божьему голосу и твердом намерении исполнить его волю. Самое глубокое удовлетворение эти люди нашли в Боге. Они не своего искали, а отдали ему самое лучшее имущество, время и силы. Своей верой они сумели угодить Богу, и мы можем угодить Ему, если независимо от обстоятельств доверяем Ему и проявляем веру через послушание. Как Бог призывает вас к более глубокой вере? Как вы сегодня можете выразить свою веру через послушание? Молитва Спасибо, Господь, за Твои обетования. Помоги мне, несмотря на трудности, хранить верность Тебе. Направляй меня, когда я верой повинуюсь Тебе. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok